всем привет вы на канале аннабель сегодня у нас 2 июля да и мы показываем метельчатые гортензии карликовые да и так анечки а ну давай я чуть-чуть сторону отойду и мы посмотрим тебе уже скоро будут по пояс да но они по пояс не вырастают по бедра да да вот вот такие вот уже выросли да 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 они чуть ниже чем другие чуть выше это у нас вот сзади анечки сандая фрейс очень плохо отошел вот впереди сандая фрейс хорошо отошел такой крупный кустик кстати можно к нему сегодня подойти и немножко его по нормировать анечка он уже за кустиками прячется и так silver доллар сандая фрейс вот они практически на одном уровне это наши little lime little lime bobo вот они вот вот их вперед высадила сюда же вперед высадила magical sweet summer видите не подходит не подходит он на уровне бомшела silver доллара то есть хотелось бы его назад так уже начинаются цвете закладываться вот они и вот в этом году почему-то почему-то плохо отошли я вообще думала что они тяжело будут отходить потому что форматировала эту грядку прошлой осенью и некоторые кустики плохо отошли и вот такое вот такой эффект произошел мало побегов и если отходит один или два три вот побега то по всему стволу начинают просыпаться почки и на и нарастать побеги не знаю чем это связано но явно что-то с корневой не так вот вот так вот это у нас на заднем плане бомшел вот это конфетти кстати тоже уже со цветами она сегодня цветет зацвел новый сорт дыха рума вот такой сорт не знаю что это за сорт он очень маленький вот такой крупные стерильные цветки и фертильных очень много посмотрим пока я ничего о нем сказать не могу листья красивые побеги красивы вот тоже новый сорт и сюда же мы перенесли даймонд руш вот такие вот соцветия уже есть на сегодня на 2 июля такие соцветия так это еще один у нас magical sweet summer magical sweet summer тоже уже соцветиями и он конечно его пожелательно на задний план посадить впереди оставить все самые самые низкорослые то литл лайм бобо но мне кажется бобо тоже будет догонять вот из самых низкорослых это вот по моему опыту да то что вы видели за все за прошлый год это литл лайм а там посмотрим может быть я и ошибаюсь может тоже нарастет пока оставим так немножко подустала их туда-сюда гонять будем насаживать и вот на сегодняшний день так выглядят наши метельчатые карлики а сзади совсем третьим рядом мы начинаем сажать высокорослые это у нас такой страшненький стоит пинки венки ну посмотрим что с него будет с 1 июля я прекращаю удобрять полив проливать периодически раз даже не проливала просто накладывала мульчу и вообще исключаю азот из своих удобрений для всех растений многолетников для кустарников сейчас работаю буду работать по спасли ну вторую половину лета буду работать на вызревание побегов и на корне образования чтобы растения хорошо перезимовали зиму чтобы не было перекоса по азоту азота больше не нужно мне больше азота не нужно я для себя так решила что азота больше я вносить не буду вот калий фосфор и все микроэлементы калий для сосудов для возможности перезимовать более пластичные будут побеги фосфор на закладку на следующий год соцветий и на формирование большой корневой чтобы растение не тоже не вымерзала вот чтобы они усваивались мы будем с микроэлементами проливать проливать буду один раз в неделю либо один раз семь ли 7 дней либо один раз 10 дней вчера проливала укоренителем там есть фирмы чистый лист там есть все микроэлементы очень много фосфора калия и микроэлементов конечно в нем присутствует немного азота ой но я вот начиталась там азот в разных формах может быть и ух химия все удивляет меня и удивляет ну что анечка будешь прощаться я вроде бы все рассказала ну давай пока пока пока